Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня у нас на обзоре монокулярный микроскоп Konus Academy. Взяв его на обзор мы не ожидали увидеть ничего нового и интересного. Откровенно говоря, до сегодняшнего дня мы и сами не до конца понимали почему он дороже аналогов. Классическая конструкция без всяких наворотов, стандартные объективы Ахроматы обычная механика. Но после детального тестирования оптического прибора он стал для нас эталоном качества. Чем заслужил микроскоп столь высокую оценку Вы узнаете далее из обзора. Продается прибор в стандартном картонном ящике в пенопластовой форме. Объективы выкручены и аккуратно уложены в отдельных колбах. Микроскоп поставляется с одним окуляром в 10 крат, четырьмя объективами 4, 10, 40 и 100 крат, пятью светофильтрами, один из которых уже установлен в осветительный блок, тремя галогенными лампами, иммерсионным маслом, ключом для натяжки макровинта, пылезащитным чехлом, инструкцией и CD диском с презентацией всей продукции компании. Собран микроскоп великолепно и выполнен полностью из металла. Изгибы гладкие, детали подогнаны идеально друг к другу, качественная порошковая покраска, везде присутствует смазка. Классическая монокулярная насадка наклонена под углом в 40 градусов к лаборанту. Головка прибора, словно по маслу, плавно вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Крепится к станине резьбовым соединением и фиксируется тремя стопорными винтами под шестигранник. Посадочный диаметр окулярной трубки 23,2 мм. Присутствует стопорный винт для фиксации окуляра. Оптическая длина тубуса 160 мм. Комплектный окуляр выполнен по оптической схеме Кёльнера. Увеличение 10 крат, поле зрения 18 мм. Корпус металл. В юбке предусмотрена резьба для установки фильтров и измерительных сеток. На поверхности линз нанесены фиолетовые просветляющие покрытия. Под призменным блоком стандартно находятся объективы четырехпозиционной револьверной головки. Смена кратности производится путем поворота револьвера до щелчка. Головка и корпус объективов выполнены из латуни. Посадочный диаметр 20 мм. Парфокальная высота DIN стандарта. Объективы имеют коррекцию хроматических и сферических аберраций. Коррекции кривизны поля нет. Рассчитаны на работу с покровным стеклом в 0,17 мм. Объективы на 4 и 10 крат лишены защитного пружинного механизма. На поверхности линз нанесены фиолетовые просветления. Объективы 40 и 100 крат просветлений не имеют. Снабжены механизмом защиты линз. Самый сильный объектив в 100 крат работает только при наличии иммерсионного масла между покровным стеклом и фронтальной линзой. Как показала практика, вместо масла можно использовать и обычную воду. Особой потери качеств изображения не наблюдается. Алюминиевый предметный стол снабжен реечными микрометрическими суппортами с опорными подшипниками для плавности движения и крупными пластиковыми ручками, вынесенными под предметный стол с правой стороны. На поверхности столика нанесены две координатные шкалы 35 и 80 мм. Фокусировка проводится сменой положения стола по вертикальной оси. В верхней точке его ход ограничен стопорным винтом. Рабочий ход равен 25 мм. Механизм фокусировки состоит из макро и микро винта с шагом в один микрометр. Большая рукоять отвечает за макровинт, маленькая за микровинт. Есть возможность настройки силы натяжения макровинта. На правой рукояти предусмотрены специальные отверстия для регулировочного ключа. В центре предметного столика мы видим овальное отверстие, из которого выглядывает часть корпуса конденсора. У микроскопа установлен классический двухлинзовый конденсор АБ с числовой апертурой 1,25. Корпус конденсора металл, присутствует гнездо для посадки светофильтра. Конденсор уже отюстирован на заводе и не требует дополнительной центровки. Вам остается лишь регулировать его по высоте во время смены объективов. Освещение препарата в микроскопе осуществляется только снизу. В качестве осветительного элемента применяется галогенная лампа 12 вольт 10 ватт. Осветительный блок оборудован коллекторной линзой и дополнительным гнездом для светофильтра. Желтый свет от лампы сглаживается синим фильтром и в окуляр микроскопа мы видим объекты на белом фоне. При длительной работе чувствуется незначительный нагрев осветителя, но отверстия на его корпусе позволяют эффективно отводить тепло. Мы были приятно удивлены заложенной мощностью осветителя. Производителем предусмотрено 4 режима яркости, которые переключаются ручкой расположенной на горизонтальной поверхности фронтальной плоскости основания. С тыльной стороны основания находится разъем для подключения 12 вольтного блока питания. Длина кабеля более трех метров. Для оценки качества изображения мы использовали стандартный набор препаратов, трехмегапиксельную камеру и суспензию с бактериями. Оптика микроскопа формирует качественные изображения, очищенные от хроматических и сферических аберраций. Присутствующий хроматизм на фото вносится несовершенной оптикой цифровой камеры, заметна слабовыраженная кривизна поля. Виндетирование, хорошо заметное на снимках муравья при минимальном увеличении, связано опять же таки с особенностями конструкции цифровой камеры. При наблюдении глазом в окуляр виньетирования нет. Используя увеличение в тысячу крат мы наблюдали образец суспензии бактерий. На фото четко видны одиночные микрококи и цепочки стриптококов. Ранее у нас были на обзорах качественные дорогие микроскопы. Были модели и с более совершенной оптикой. Но конус акедами всех обошел. Это пример действительно качественного продукта. Мы еще не встречали столь эргономичного корпуса. Все ручки находятся на своих местах. Не глядя на микроскоп интуитивно тянешь пальцы в нужное место. Все подвижные части ходят плавно и четко. Мы не думали, что обычные объективы Ахроматы способны показать невероятно качественное изображение, сравнимое с картинкой от план оптики. Лаборатория Астроскоп смело рекомендует этот продукт и ставит ему высший балл. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.